Груды строительного мусора, коробок и сухой травы. По словам местных жителей, это свалки уже больше 30 лет. При сильном ветре все это летит на ближайшие участки. Но речь здесь не об эстетическом неудобстве, а об угрозе имуществу или даже жизни. Постоянно вот здесь вот у нас свалки. Поджигают бомжи, вот пойдут металл ищут, поджигают. У нас даже один раз чуть не сгорели дома наши. Хорошо, что мы увидели и затушили. Потом экологию нарушается. Вот вчера ветер сильный был. Все мешки, все-все-все к нам на дачу. Мы только успеваем убирать этот мусор. Как говорят местные, сюда постоянно сваливают строительные отходы. Сломаны шифер, куски бетона и даже старые бордюры. А привозят мусор целыми камазами. И с водителями у жителей диалог явно не получается. С ними дело до драки доходит. У меня недалеко дача. Вот они вывалят. Я в тот раз подошел к ними. Так я с ними чуть-чуть дело до драки. Ну, твое какое дело. Вот весь разговор. Обращаешься вроде как положено. Ну, мы же валили бы как-то в одно место. А они валят по всему, потому что спрятался. Никто его ничего вывалил, убежал. Несколько дней мы пытались выяснить, почему не убирают свалку уже не один десяток лет. Но, увы, с главой Заиграйского района нам поговорить так и не удалось. У него сейчас совещание. Совещание идет. Ну, вообще в малом зале. Потом у него в один совещание в большом зале. Поэтому пока его даже в данный момент даже в кабинете нет, чтобы соединить. Но времени я вам даже не подскажу, пока до скольки все это будет. Мы пытаемся вот по этот день дозвониться. Как быть вообще? Ну, позвоните первому заместителю. С исполняющим обязанности первого заместителя руководителя администрации Заиграйского района получилось созвониться с первого раза. И, по его словам, об этой свалке там знают. И уже написали заявление в Министерство природных ресурсов. Вы подали заявку туда. И в заявке что написали? Заявку на ликвидацию данных свалок. То есть, чтобы Минприрода, получается, убрал свалку? Почему Минприрода? Нам финансировали на обращение. Как оказалось, свалку уже измерили и выделили деньги на ее устранение. Но из-за коронавируса убрать эти залежи пока не получится. Да, эта свалка нам известна. Там были приведены все мероприятия, которые перед этим проводятся. То есть, Бургарднадзор выезжал. Отточка поставили, расставили точки. Значит, был определен объем, ну, примерный объем. И было посчитано, сколько нужно, ну, как бы, финансирование. Бюджетная заявка нами была подана на сессию. Ну, в связи с, как бы, сегодняшней эпидемиологической ситуацией, пока уборка этой свалки перенесена на более позднее время. Пока точно неясно, когда уберут свалку. Но местные жители на своей беде могут заработать. Если местные жители зафиксируют правонарушителя, который, допустим, вываливает в неположенном месте отходы, там, автомобиль это может быть, или это обычно на автомобилях, да, у нас приезжают, и фиксируют видео, либо фотофиксацию делают, подают заявление в Бургарднадзор. И Бургарднадзор уже проводит все остальные мероприятия, то есть, находит собственника, вернее, там, виновника, выписывает ему штраф. За такую жалобу они получат вознаграждение – полторы тысячи рублей. А тех, кто выкидывает мусор, ждет большой штраф – от трех до четырехсот тысяч рублей. Инесса Дондукова, Валерия Каратуева, Роман Попов, Андрей Дармаев, Жаргал Терендашиев. Новости дня.